Господи, 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 Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, яхо насытилась и надземных Твоих благ, и решилась и небесного Твоего Царствия. Но яхо посреди учеников, Твоих решилась и спаси мир, да я им приди к нам, и спаси нас. Аминь. Слава от Свои Сыне и Святому Духу. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благостаю. Вознай милости всем заботящимся о нас. Не проденящий сироп, доб, одиноких покинутых, не имеющих ни нового пропитания, и нам укажи, нам нуждающихся в нашей помощи. Какой великий избыток Ты даровал нам. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Парни, возьми сюда. Кидай его. Аккуратно, только держи, чтобы он не надо. Держи, крепче его ранее. Не бойся, он Тебе не покалябает. Что ты боишься-то? Давай, вот как его надо. Смотри, что он лапками наперся. А ты держишь, как будто бы тушка такая-то убитая. Мы сейчас сидели за столом, я не хитро спросил. Что, какие качества, сколько их. Я выделил 4. А чего человек делается жирным, толстым? Или делается? Если я ему назову, у него уже вошло в моду. А это не раз слышал. Он не понимает, что раз слышал, и не один раз его уста подключили. Господь, твоими устами судить тебя буду. А когда спросил, не знает. И ты никому не скажешь, раз не знаешь. Повтори. Значит, первое. Это в порядке, не в другом порядке. Первое, второе, третье, четвертое. Ну ты уже вчера только стал говорить, а я это не раз слышал. Про обзидание? Четыре кайфа. Я говорю, ты зачем это сделал, Вовка? Я? Ну да, ты. Сделал? Я говорю, сделал. Почему? То есть каждое слово под вопросом. А до времени у него же жирного, как у быка, ворочается, и еще нету. Ты сделал, зачем это? Зачем ты взял гвоздь, вот эту вот бумажку, и к асфальту ее прибиваешь у меня, к асфальту кирпичом? Это Вейка маленький был. Зачем? Он опять, я? Ну да, ты. Прибивал. Ну прибивал. К асфальту. Вот у тебя-то подход такой же. Объясняй быстро, четко, ясно, и дальше переходим. Вот у нас будут вопросы и ответы. Марине это очень нужно. Марафон. Да, знаешь, не знаешь, отвечай. Многоедение. Многоедение, обжорство. Обжорство, да. Многоедение, обжорство. Потом беспечность. Беспечность. Ты почему с первого-то на четвертое прыгаешь-то? Стало ли они от этого заботиться? Он съел много, и дальше сам смысл подсказывать. Съел лишние калории. Лишние калории должны быть израсходованы. У него не израсходованы, а откладывается жир. Как Лев Толстой говорит. Если человек пилит дерево, дерево повдоль, а в один горку, один внизу, и они пили. А там зубы вот такие вот, пилы. Тогда не было этих, где лесопилок-то. И он говорит, ему 4 пункта мяса как раз. Но когда это есть какой-то барынь, до утра они там муштруются, у него открыт только один клапан. В блуду. И поэтому у него все время напряжение в шланге. Пожарник. Разжигает и тушит пожар. Второе значит что? Думаю... Лень. Лень. Думал, раз поел сразу спать, значит спальню, думал, тогда уже много. Давай, поумничай еще. Отмечай, третье. Не выкидешь. Первое объедение, второе лень, третье. Много спальню, думаю. Много спальню. Почему? Потому что он не работает. Он днем ложится спать. Вот этот у нас самый пузатый. Он все время днем ложится спать. По нескольку часов. Жара, пойдешь, он сонный выходит. И поэтому он не сбрасывает. Я пришел к нему и говорю. Вот у меня знакомый, Вагнер Николай Николаевич. Он махать моложе батюшки. Это уже, наверное, лет 10 назад было. И мне сообщает, он потеряевский бывший. И он умер внезапно. Где? В автовокзале. Это не просто человек. Он в трех родах войск полковником был. 13-кратный чемпион подзюдо, кажется, в органах МВД. Закончил четыре университета. У Горбачева два было. Это четыре. Это надо воображать, какой умный сон был. Я вот такой по животу. Это нормальный, тощий. Я говорю, что ж ты так? Ой, опять меня рылом по земле. И он стоял и рухнул, как сутунок. Личний вес. У меня на фотографии скоханился. Но у него как-то пузо не выделялось. Он вес такой налитой. Стоял в праздничном белом костюме. Мы книги там продавали. Значит, спать днем не ложиться. Горизонтальное положение никогда не принимать. Не считай, когда плаваешь. Дальше. Последняя беспечность. А что он означает? Объясни. Тут понятно. А что означает беспечность? И к себе примени. Как это? Я не случайно тебе вопрос задаю. С утра пораньше я тебе пилить начал. Ты видишь? А две поленица. Одна сухая. Чтобы подошел и взял. А если перепутано с сырым, ну, вон там всю поленицу развалил. Я сразу сухое. Ты, Володя, же это не думал. Он увидел тогда. Так. Ты сразу подошел. Только сразу сухое, сырое, значит, почему глазами не смотришь? Умным один раз покажи. Это мне немец говорил. Немец Павел Эдуардович вернулся из Германии. И он остальное все сделает. Дураку говорит, кол на голове тиши. Почему говорят, кол на голове тиши? Что это означает? А то удали можно прочитать Владимира. Автора русского языка. Что означает кол на голове тиши? В фактическом смысле то, что означает это действие. Ну, никто тебе не будет кол ставить на голове. Значит, речь идет о чем? О непрерывном напоминании, болезненном. Вот у тебя это и есть. Тебе хоть сто раз напоминает, ты в атаку сразу переходишь. Дерзкие слова начинаешь говорить. Не смотришь, кто перед тобой. Ты не должен это раскрывать. Во-первых, ты моложе мне, как Степаненко говорит, щенок. Все, говорят, рты открыли на Игнатия. Щенки. Ты во мнухе где годишься. Второе. Знания-то у тебя в этих вопросах почти нулевые. Или нулевые. А то и с минусом. И всегда ты начинаешь делать наоборот, чем делали. Наоборот. Тележку сразу развернул. Так. Я здесь поворачиваю. Ты рядом начинаешь. Она свет оставляет. Дальше уже сметает. И во дворе была терма. Если я кладу на самый перец, чтобы тележка она прокинулась, ты сразу, поняли, и сразу сзади будешь накладывать. Она прокинулась. А чего она прокинулась? Беспечность. То есть о смерти не думаешь. Что на суд Божий предстанешь. Совершенно у тебя мыслей нет. Ты бы не огрызался. На каждое слово у тебя десятки раз. А рядом Володя. Почему никогда не огрызается? Никогда. На сто твоих огрызаний у него ни одного. И говоришь такие слова. Я вам вставлю пример. Сережа, помнишь, ехали? С тебя тоже выползала эта змея. Я говорю, Михаил Кальмаев ездил. Он, когда уже поедим, он так потихоньку подойдет. И можно, я спрошу. Я говорю, что, как вы надумали меня взять в поездку? Как я рад. Как многому я научился. Вот эти скамейки, столы, спанье. Все это он сделал. Сделал бы ты это. Меня спрашиваешь. Сделал бы я. Ну да, ты. Вот это все из того материала, который у нас есть. Вот такое же. Столы, койки эти. Как это? Спим где надо. Сделал бы? Ну, не знаю, Натихина Ильич. Ты не знаешь. Я плотник. Я плотник, каменщик. Я бы не сделал. Я даже думать не буду. Не сделал. Я гляжу, он как это сбил. И мне как он велосипед сделал, какой этот. Корзинку. Ты прям садись на нее и не выломится нигде. Он это сделал. Ты бы не сделал. Чему ты научился, я уже не стал спрашивать. Ничему. А если я скажу ничего, ты сразу в позу становишься. Подтвердить Писанием свое поведение ты нигде не можешь. Помни день последний и вовек не согрешишь. Далее. Перед старшим наклоняй голову. И когда спросят, будь немногословен. Два-три слова ответить. Только сделал мысленно, ты уже видишь, что тебе сделали замечание, ты сразу начинаешь ерничать. А юмора нету совершенно. Старообрядческое гнусавое гнилье. Прет просто. Вот причина какая. Беспечность. У тебя главное. Ты тонкий, звонкий и прозраще. Бегаешь быстро. Мне нравится, что ты шариком выходишь там где-то. Я не видел ни разу. Мне это нравится. Я уж не говорю. Я перед тобой как обязан. Когда интернет не заладится, ты прибегаешь. Тебе низкий поклон от меня. На будущее. Закрой уста свои. Не оговорился. Прибереги их. Для суда Божия. Ибо раб был безмолвен. Когда спросили, и раб молчал. Ничего не отвечал. Вот это наступит момент. У нас умирает Александра Ивановна. Они не раз объявляют уже. Помолитесь, умирает. Уже в третий раз, наверное. Она не умирает. Лежит перелом шейки. Она легла. Операцию делать не стала. Ну и пожилая. А другая, Витя пишет. У них там бабка. Она как-то тронута немного. Ребро сломала. Шею сломала. Еще что-то. Еще на костылях на собрание везде ходит. Я думаю, если бы у меня такая беда случилась. Пошел бы на операцию. Пошел. Операция – это надежда. Лежание, она как легла, шевелить нельзя. Кость там задевает, где жила и прочее. Она трепещет вся. Но на это ее выбор. Ты понял, нет? Понял. Тебе разговоры эти на пользу или нет, что я говорю? На пользу. Не оговаривайся. Я попрошу вас, друзья, помогите ему выйти из этого страшного состояния. Везде оговор. Сказал, он сразу оговаривается. И оговорки такие нехорошие. Что, ну понял, понял. Заткнись, старый хрыщ. Прямо сквозит. Так. Теперь до тебя, на левую сторону. Кто из вас услышал, что у Марины Сергеевой то ли есть, то ли уважение к канону Богородицы? Кто слышал? Да, кто это из вас слышал? Из наших братьев. Да, все слышали. Я не слышал, от них я узнал. А расскажи, как ты познакомилась с этим Акапистом или каноном, как его назвали? Псалтирь. 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 Псалтирь, божематери. Да. Когда ты первый раз о нем услышала? В 2006 году. А то, значит, 11 лет. Да. Еще дальше ты услышала и сказала? Нет, я услышала в храме у нас, что его читали. И я... Священник читал? Да. Да, священник читал. Потом священников этого сняли. То есть сана лишили, иначе другой священник. Ну, подожди. Ну, понял. Ты понимаешь, я такую погоню распространял-то. Сняли. Ему надо было не снимать, а напими предавать. А по-вескозаветному убить. Убить, вывести из храма и побить камнями. За богохульство. Ты слышала такое, вот, Псалтирь. Пророк Исаия говорит, славы моей никому не дам. Я, я, Бог Израилев. И нет другого, кроме меня. Здесь все слова Псалтири. Придите ко мне, труждаясь обремененных, богородясь им все. То есть, честь и славу божественную применили к тленному, смертному человеку. И ты не знала этого? Нет, я этого не знала. Интересно, у нас был священник, толстый-толстый. Вот выходит, вот так вот шатается. Там какой-то сейчас есть такой. Выходит, да еще по интернету выступает. Так ахнешь, Филофей. От отец Семен Титов. Я всегда думал, ну неужели никто ему не говорит про это. Он на стуле вот так сидеть не мог. Его все распирало. И вот так он садится, спинка стула к нему. Он вот так, ну на стул, что спинка была перед ним. И вот так я прихожу однажды, он обедает. И у него сыр, кусок вот такой вот, грезет его. Я-то, ну, мне бы, ну, года на три, на четыре выхватило. Года. Да сыр-то не мой, который я плавленный ем, который можно окна замазывать, как пластилин. Ну, у нас были хорошие с ним отношения. Почему? Ему нравилось, когда я ему делал печку, когда покрыл крышу. То есть нравилось, когда я варил на службу, он меня позвает служба, это литургия. Он послал служанку. Игнатия, позови. Я подошел, ну, так к щенкам сколько время уже? Он с щенка у меня берет. Я говорю, 15 дней. А брать когда надо? Желательно 25-30 дней. Ну, хорошо, не забывай. Вот у него, понимаешь, сапог, сапоги были, когда умер, то почему-то родственники его кое-что отдали нам. Так мы вот этот костюм двое с батюшкой застегнулись. Кажется, 156 килограмм. А рост примерно с его, метр шестьдесят пять. Вот сто килограмм, центр лишний на нем, и он умер. А когда умер, вот тут было дело. Его народ любил. Любил. Отец Симеон такой, страдались. У православных он страдались. А от чего и как нет? Батюшке так тяжело. Ему надо помочь, что-то вкусненькое купить, дать. Это бабки его привели к этому состоянию. И у него сапоги были, вот мои две ноги заразили, вот такие вот. Ну, тот умер. Отца Симеона надо хоронить. Церковь поставить, но уже сразу сказали, он быстро тлеть начнет. А жара была, кажется, 5 мая. И ветерок такой подбывает, сухой. И пришли даже баптисты. И тогда под него сделали большую ванну, как сковорода, это длинное противень называется. И туда гроб поставили. И когда выносить стали, они там это против, видимо, их железо сделали. И человек 8 или 10 выносили его. И Покровский собор, когда вниз стали спускаться, наклонился, и оттуда потекло. А ветер дует. Я никогда больше такого запаха не слышал. Как будто свиньи, лошади, собаки на скотомакильнике все вместе гниют и всех раскопали одновременно. Такая мерзость. И когда потекло, у меня снимки есть. Снимки в книгах. Даже. Володя Пенкин делал снимки. И это пошло. И оно не просто вода. А какая как лента идет, тянется и тянется. По краям шагает. И по всем ступеням. И по полу. По асфальту рядом. И дальше его ставить. И где похороны. Все у меня заснято. Ему надо было это? Нет, конечно. И вот я к нему однажды пришел. Он говорит. Какой псалтырь хороший. Псалом. Псалтырь Богородицы. Подарили мне. Я говорю. Это Богохульный. Да ты что, Игнатий. Я говорю. Смотри. Бог говорит. Слава моя никому не дам. Ты слышал? Ну. А что ну-то? Я не знаю. Ну пока понухал. Лошадь не с места. Дальше-то ты посчитаешь. Что же. 90-й псалом. Весь абсолютно переделанный. Под Богородицу. Это вообразить нельзя даже. И ты этого не понимала. Как в священниках он давай кается. Отходить. Я больше не слышал от него. А ты так и держишься его. Ты его сожги. Зинка. В печь. Календарь этот. Полиграф, Полиграфович. Видел этот фильм? Нет. Не видел. А посмотри. Собачье сердце называется. Зинка в печь. Профессор там преображенский говорил. Тебе надо доказывать, что это не божественное? Нет. Не надо. Достаточно вашего слова. Ну я тебе говорю. Священника так и бог. Ну тоже тронул. Вытряхнули его оттуда. Сняли сам. Сам сняли? Да. Как его фамилия? Не Павел звать его? Павел. А, знаю. В МЗД Аконом они стали к сектантам ходить. Да, да, да. Так это у вас? Да. А, он у меня выходил, и я еще с сектантами не слепился. А с кем слепился? Саша Дмухов. Прям были ты. Такая же щетина и такого возра, роста и все. И они оба сказали, священную одежду не носить, все. Он ушел к сектантам. Гоев. Ушел к юридикам. Гоев фамилия. Гоев. Да, да. Ну вот, значит, мы немножко знакомы. Но он, дескать, я вам тайно сказал. А что сказал тайно? Дескать, у меня тоже хорошие отношения с сектантами. Ну какие мои хорошие твои? Наверное, разница есть. Один из ваших. Ищи как. Ищи как. И говори. Я нашел в православии человек, родившийся свыше. И он прямо проповедует от смерти в жизнь. Так я сейчас везде все его ищу и смотрю. Но нашел Вадим. Он говорит, что мы секты и... Это не церковь. Мне так противно все стало. То есть у меня везде хватает и друзей, и врагов. Но вы до конца должны знать. В баптисты, я повторяю, хорошие люди. Хорошие в мирском плане. Не пьют, не курят. Но они не церковь. Я ему это сказал. Почему он так? Больше мне ни разу не писал. Но я видел где. Хотел написать их митрополиту, что правильные ваши поступки-то. Что без внимания оставили жалобы народа. Он, видимо, с капитры принес эту ахидею. Ну на него очень много было жалоб. И у него там связи были, поэтому все прощали. И потом у нас власть сменилась. Власть это связи с церковниками. Да, в Красноярске именно, в Центральном. И все, как бы, жалобы стали поступать более и более чаще. Идиакон вместе с ним смелись. Идиакон вместе с Сергеем. Они вместе с пелись. Идиакон такой, что отращать веры никакой не было. Я видел, как он из тектантов выгибается. Вот Журавлев Сергей, копия. Так и хи-ха-ха, и хи-ха-ха. Влатоши там слопает. Этот, который его соблазнял, то развалился там. Я смотрел некоторые ролики безобразия. Как долго он там гнусность свою рассеивал. Значит, ты поняла? Да. Мы сейчас уходим. Коль берем с собой. На скворечнике. Да, беда работы. Такое у нас правило. Не меньше четырех часов. Складывай дрова обыкновенной. Зя Девова, я тут перекидываю. А потом пилить начнем. Так. Я каждый раз спрашиваю. Вопросы есть, нет? Нет. Нет ни у кого? Нет. Всем довольны? Вы вчера Пашу все сделали, что он хотел? Роман? Да. Все. Чтобы был доволен. Мы перед ним так обязаны. И, может быть, сегодня привезут. Вчера, говорит, машина сломалась. Ну, я когда слышу, вот это хотели, и сразу машина сломалась, у меня что-то уже возникает. Или гнилья насуют ему, или размер не тот, или еще хуже. Цену у нас, значит, больше. То есть у меня это было, у Деревинских было, Вера Федоровна, там, где Нянила сейчас живет, привезли гнилые. Павел наш, заказал 6-метровые. Есть, есть. Он делает, варит столбы. Все сварили, они 5 метров. Да как я положу-то? Ему пришлось переваривать все это. Представляете, бетонные, забетонированные, железобетонные. А Павел Бетонщик, он там все сваривал монолитно. Нету больше, только 5-метровые. Да почему? На 5-метровые-то вы мне не сказали сразу-то. Что, я скажу, кончаются 6-метровые или как-то. Нет. Это нет, опыт уже есть. Мы сегодня привезем, а сегодня нету. И начинает топтаться на одном месте. Я знаю, что тут уже кто-то вмешался. Мы с ней какие-то и договорились. Я прошу, помогите мне. Как вот этот профессор просил, а Барментар этот. Ты не уходи, ты побудь со мной. Я не справлюсь с ним. Я не могу справиться с ним. Вы ему сразу скажите. Тебе, говорю она была, говорю она, не хами. Я от этого не убуду. Другим я не буду. Но тебя мне жаль. Я любой шалкушкой, самый маленький, словами, словесно сказать, поставить тебя на место. Но мне это не хочется даже говорить-то. У тебя юмора нету. Абсолютно. Я тебе говорю, такие люди только старая блящасти нужны. Так что, говорится, не поздно пересмотреть свои взгляды. Там тебе быстро, говорится, нос выпрыгают. И глаза на место вставят. По субботам профилактику женщинам давать. И все по одному. Они сразу выведут тебя во двор и вот такой вот носуют. Под Микипки, под Бакар. Это у них есть. Где-то он что-то сказал, где-то. Они, наверное, напали, говорят. И селезонку отбили. Прямо белая церковь такая есть, где-то они приехали оттуда и рассказывают. О, долговые. Кто там был. Библию считают, с ума сойдешь. Это сейчас они пообнякли маленько. Это все время у них было. Сто лет двести-триста. Сейчас мы быстро вступаем. Это мы до завтрака все это сегодня успели сделать. И там начинаем. Точно так же распределимся к общарам. Каждое поле трубы только быстро. Беспечность, это разницы нет. Раньше была выработка процентов. Я тебе, знаешь, спросил, кто такой Стаханов Алексей? Ты что ответил? Шахтер. Шахтер. Чего он этим ответил? Да шахтеров-то сотни тысяч. Это не просто шахтер. А известный на весь Советский Союз стахановское движение. А вот у нас свой Стаханов, если его подожали. И он дал не две, не три нормы. Окажется, 140. А это 140, это не снег разгребать. Конечно, ему подготовили, все. Дали такой забой. Тут всем понятно. Но 140. Почему избрали другого? Его уже видно было. Он знал, где маленькое щель, он сразу туда. Понимал, как отбить какой кусок. А там отбрасывали, он уже ничего не делал. Но больше 147, кажется, норм. А для людей составляли определенную нормативу. Столько-то сделать ты должен до 100%. А вы работаете, тебе покажут 50 или сколько. Это означает, разряд тебе ниже. Знаешь, что такой разряд? Ну, а какой разряд лучше, первый или четвертый? Четвертый. Четвертый. Это я знаю. Вот мы ремонтируем базу хлебопродуктов, контора снабжения. Меня нанимают. Мироненко Иван Пантелеевич, начальник. Рыжков Михаил Федорович, его заместитель инженер. Его вызовут в суд, когда меня будут судить. Михаил, отец Михаил Скачков будет меня топить. А Михаил, коммунист, с работы меня поднимать будет. Вот как получилось. И он говорит, Лапкин ремонтировал базу. И даже что оставалось, полбанки, краски, все возвращал. А я говорю, такая женщина со склада просила, можно отдать? Да к мужу все списано. Я вымерял каждую вот эту раму, ширина ее, длина все это в квадратуре. И сколько на окна, и везде нормативы. Сережа, будь внимательным. Норматив. Норматив. Так мы доделали норму-то ни одну, ни две. Около семи норм. И у меня вот Лешин отец, Леша, это Гавриилов отец, Алексея мы знали Леша, а он на самом деле Леонид Ильич, это как Бежник Леонид Ильич. Он как огонек. Любую работу, да, вот как Андрей Дробот, точно так же. Ему только ткнул пальцем, ее можем все сделать. Пошел, и по следующему я не могу показать, где он работал. Ну, я мастер, прораб, я четвертый разряд себе ставлю сразу, двоим третий, а другим там второй разряд, который есть. И работает тут же Яковлев Геннадий Михайлович, будущий отец Григория Романах, которого Хришнаит или кто-то там убил в Туре. И вот Алексей, я там, гляжу, он пошел, делает одно из всех, говорит, а вот это надо будет делать, надо. И я сразу захватил туда. Я ему тут же перевожу его в разряд, там, третий или четвертый, с собой ровняю. Ну, я начальник, ясно дело, что. А этот, да нафиг, мне это нужно. Я ему сразу разряд ниже, а разряд ниже, это другой коэффициент. То есть ложку сделать рубль ему, а если сделает ее этот, ему два рубля или три рубля. То есть большая разница. Вот у тебя тяги нет к тому, чтобы сделать быстро, хорошо, и чтобы разряд тебе повысили. То есть жена будет голодная, дети ободранные. А чтобы хорошо получать, надо все время повышать свою специальность. Вот я сегодня встал раньше, ну, как почти всегда, там, в три часа с чем-то. Я знаю, Надежда Васильевна старается, этот, 4.40 звонит, он делает точно мне звонит. Благодарю, Никита. А она стала приходить на три минуты раньше, чтобы я первая за нее помогла. Если я сегодня пришел и сгорел ее там, тебе день рождения сегодня, тебе на память это будет. Не выйду, но у нее сегодня день рождения. Да, да, 80. Зачем ты это делаешь? Ну, я прихожу каждый раз, я первую шторку задвигаю, меня посмотрел, я зашел, меня видно, я сижу за компьютером. А ты за компьютером. Ну, и ты хочешь, чтобы я не был, смысл такой, тебе сказано. Теперь 2-3 минуты, чтобы было, прошло, только тогда подходи, меня будите. Если я не встану от его звонка, а телефон я сейчас ставлю, сзади части опирается на панеру, пустую ящик-то, и он раза в 3 сильнее выйдет. Аж визжит, как пила у Володи. Аж со свистом идет. Я не знаю, может, от этого он портится, нет? Нет. Нет? Нет. Такое дает дрожание, такой звук, прямо это надо послушать. Придете? Позвоните, я. Больше этого не делаю. Повтори. Да мой хороший. Не надо мне. Повтори. Да я вот хотел... Повтори, что ты раньше Никите не будешь сходить. Это место принадлежит Никите. Он ровно 4,40. Тут точно еще ни разу, ну, было там это у него связи, не было или что-то. Кое-кое, как я обогнал бы это. Это очень похоже на нее. Вчера я пошел, Коля где? А Коля, наверное, в туалете. Коля у меня сидит. Коля сидит, пальцы моет по книжке, и рядом стоит радиоприемник. И тут последнее известие, хорошая слышимость, она что-то шьет. Ну что, Коля просчитает, губами шевелит, когда здесь диктор говорит, ну, Коля, ты тоже уши есть. Зачем ты делаешь ребенка мучаешь? Выключила. Ну, а последнее известие, третий месяц, я ни разу не слушал последнее известие. Зачем они мне нужны? Они меня не касаются. И ты их тут же забываешь. Ну, зачем тебе это нужно? Коля, иди сюда. Коля подошел. Так, мама тебя отпускала сюда? Ты просил мне благословения пойти? Нет. А ну жмашь с тобой, чтоб духу не было твоего. Все. И больше ни разу не ходи. Ходил, я, кажется, он сегодня не первый раз. Вчера ходил, позавчера. А для тебя он, паинька, святой, никуда не ходил. Коля не ходил никуда. Я вам и сказала, что он ходил у Надежды Васильевны. Вы, наверное, не так поняли. Я слышал. Или в туалете у Надежды Васильевны. Я слышал. Я говорю, ты отпускала туда? Нет, я сказала. Да вот один раз. Я говорю, еще один раз я напускал. Нет, вы сказали, сколько раз он сегодня ходил? Я говорю, сегодня первый раз. А уже не первый оказалось. Понимаешь? Ложь. Нет, в последующие дни он без разрешения бегал. А вчера первый раз он без разрешения бегал. Никогда не ходи, пока маме не скажешь, где ты. За ограду не выходить. Иначе я тебя оттавал тузью, как надо. Мама для тебя главный руководитель. Ты по решетку, она тебя отпустит. Даже ты послать в барабашем надо было. Я говорю, иди маму заставить. Для меня сбегать, принести. Дальше вернулся. Теперь иди маме дай, Ложи, поблагодаришь, что сбегал. Он быстро бегает. Так было? Да. Приучи его, чтобы он по одной плашке ходил. Иначе дальше тебе ничего не сделают с ним. Воробей спорхнет и улетит. Так, у меня все. Спасибо, Христос, вас за все. За беседу. Вопросы? Нет вопросов никаких. И на нашей фабричке не за бастовочкой. Ну все, хлопцы. Пошли быстро по споречникам. Нам надо работать. Спасибо.